Всем привет, комрады! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем проходить в Уфенштейн и углубляемся все дальше в нёдра раскопок вместе с найденным нами амулетом. Посмотрим, что еще скрывают в себе эти тайны тульского племени, да? Вот символ черного солнца опять встречается здесь. А видимо вот эти вот нацисты, вот свастика их не это же тоже как бы символ там египетский. Что-то там взаимствовано у египтян, типа солнце, всё такое. Тут тоже солнце, но как бы нацисты чувствуют типа единение своего символа, видимо, с символом черного солнца. Хрен его знает. Это такая как бы небольшая, наверное, отсылка ко всему происходящему. Такое пасхальное яйцо, да? Так, главное, чтобы сейчас вот эту штуку никто не подорвал, иначе если подорвут, будет очень плохо. Тихо, там книжник стоит. Ах ты падла-то, ушел, быстро ушел, блин. А ну на. Все. Отличняк. Книжника мы вывели из строя, можно теперь спокойненько сейчас... Вот так вот, ребята. А ну лезь. Ах! Откуда, где? На. Лежи. Шайсы. Так, что у нас там? Там водопад, обрыв, там ничего полезного для нас нет. Ну что, ребят? Идете или как? Полезу пока еще выше. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Там какие-то строительные леса, можно туда слазить. Золотишко найти. И может что-то еще даже. Ну-ка так. Потихоньку так и разберемся. С этими раскопками. Ничего ценного там нету. Ладно, погнали тогда. Сюда. И сколько вас тут, ребята? Хватит уже выбегать. Вам что, больше нечем заняться, кроме как раскопки проводить всякие? Лучше бы... Нифига себе, это кто? Похож на чужого. Только не чужой. Это, видать, потомок чужого. Еще в те времена. Это, наверное, Прометей, да? Кто знает фильм, тот поймет. Давайте внимательно. А то пропустим что-нибудь ценное, а потом будем жалеть. Так, тут ничего. Нам, скорее всего, надо идти в тот центр, но я пока обойду вокруг, вы же меня знаете. Люблю все исследовать. Тихо. Призраки. Довольно безобидные создания. Я не знаю, почему нам сказали, что они опасны, что их стоит остерегаться. Меня они как бы не трогают, и я их не трогаю, и никто из нас никого не трогает. У нас все миром и порядком. Майнгер, с прискорбием сообщаю, что все попытки достать кристалл потерпели неудачу. При этом погибло 14 человек. Тулийцы создали на редкость изощренную ловушку, но я уверен, что мы найдем способ преодолеть ее. Я понимаю, насколько важен этот кристалл, так что будьте уверены, что скоро вы получите его, даже если придется пожертвовать еще сотни человек. Так, генералу Цетти от доктора Борена. Доктор Борен, ты что, совсем с ума сошел? Людьми жертвовать ради какого-то безделушки? Хотя я его могу понять, Цетта умеет убеждать. Цетта сказал, что оторвет ему голову, яйца, и, возможно, угрожал его семье. Хотя не знаю, что для него более важнее, яйца или семья. Для этого продажного доктора. Так, посмотрим, что у нас еще здесь. Вечно везде лажу, пока упаду, оборвусь и сам себя убью. Так, какое-то ведро, хрен его знает. А что если так вот? Не, ничего. Ну ладно, ну и хрен с ним. Так, сейчас, видимо, мы на себе придем испытывать будем эту ловушку, да? И что, и как? Твою мать! Видимо, надо через тень, я уже понял, что надо через тень действовать, но нам надо было попытаться. А, и все, да? Взяли какой-то кристалл. Какой, желтый, да, кристалл? И что дальше? Что теперь? Куда теперь? Из тени можно выйти. А-а-а, блин, зачем я вышел из тени-то, ну? Зачем дурак вышел из тени? Надо было сперва спуститься по лестнице, а потом уже выходить. Осторожненько. Еще разок. А там еще зеленый будет, да, по-моему, красный или хрен его знает. Но, желтый мы взяли. Давай, 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 давай. У нас есть способность замедления. Течение времени вокруг вас замедляется, при этом вы продолжаете... Продолжаете, видимо, оставаться более быстрым, да? Тут больше ничего нету. И кристалл у нас разряжен. Сейчас мы его зарядим. Избегайте ловушек с помощью кристалла замедления. Хорошо. А где ловушка? Вот это ловушка? Так нет. Ну вот, замедление у нас, да? Ага, вот оно что. А ну-ка, 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 ну-ка. А, подожди, тихо-тихо. Рановато. Блин. Даже так? Давай, проскакивай, 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 проскакивай. Пошел, пошел. Ух, молодец. Прорвались. Где бы нам зарядиться? Нажать 4, чтобы замедлить время. Да скорее уже там стреляй. Сколько ты будешь выстреливать-то, а? Зараза-то, а? Да скотина ты! Укрытие, блин. Где укрытие? Ладно, хоть так прошли. И то порядок. Очередная, блин, ловушка. С таким же контекстом. Давай так. Вот зараза-то, а? Все, 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 хорош, хорош стрелять. Ух, это жесть. Мы прямо расхитители гробниц. Только не в юбке. Ага, вот так вот, значит, да? Это какая-то теневая лестница, которую можно применять только в мире тени. Больше ты никак по ней не пролезешь. Умно придумано. Открывайте тайны с помощью тени. Я уже понял. А реально, похоже, такие колонны, как у чужих. Тоже там у них такая вот цивилизация была. Вот сейчас вот реально, вот эта вот локация, вот этот вот коридор, такое ощущение, будто бы играю в это, в АВП. Алиенс vs Predators. Думаю, вы со мной согласитесь. Тут ничего пока нет. Скорее всего, нам туда. Жопа говорит, пойди еще сюда. Набери проблем себе. Или золото. Что тоже нам пригодится. Как и проблемы, потому что без проблем нам никуда сейчас. в нашей жизни. Пройдите по мосту на раскопки. Ладно. Подожди, а это еще были не раскопки? Это еще была предыдущая, типа, локация? Или что это было вообще? Раскопочный какой-то лагерь. Я-то думал, ребята, что это уже раскопки. Уже тут хожу, блин. Радуюсь. Ни хрена себе. Ни хрена себе. А-а-а! Хрена себе, блин! Ну охренеть! Тут, скорее всего, надо замедление включать. Иначе мы так быстро закамикадзимся. Так, золото забрали там, да? Но нам его сохранили... Нет, не сохранило. Почему? 9 из 11 штук. В принципе, нормально. Нам пока хватит на пропитание выстащить. Так. Ну что? Четверик? Тихонько, тихонько, тихонько. Ой! Ёптыть! Все, да? А-а-а! Где мост? Сколько ж ты, Блацкович-то, весишь? Взял мост, развалил. Доктор, думаю, не стоит напоминать, какую важность имеет турийское устройство для моих исследований. Я требую, чтобы его демонтаж был произведен с максимальной осторожностью. Рекомендую также вести тщательные заметки, чтобы его можно было собрать на новом месте. Любая ошибка приведет к очень неприятным последствиям. Доктору Блавацки от генерала Цетты. Доктор Блавацки. Фамилия похожа на Марианну Блавацкую, которая воскрешала Генриха в прошлой части игры. Подсказка. Жмите 4, чтобы замедлить время. И куда мне его замедлять тут, а? Я пока не понял, ребята. Давайте потом разберусь и буду замедлять. А пока что походим, поизучаем здесь все. Я смотрю, этому генералу Цетте очень прям позарезут. Жизненно необходим этот медальон, а мы его у него забираем. Генерал Цетта следовательно будет очень на нас злой. А мы-то этого и хотим. Раздраконить, урода. Не знаю, сказал же, бить их не буду, а зачем-то снова бью. Ладно. Так, что тут к чему? Заминировать портал. Что? Где? Когда? Какой портал? Видимо там, да? Как бы мне бы зарядиться бы своим медальоном? Вот что мне интересно. Я тебе говорю, реально на чужого похоже. Смотри. Только телосложение немножко не такое, как у чужих. Фигура не такая. Да смотри, это реально чужие. Ну на что похоже? Ну серьезно вам, ребята, говорю. Тулийское, блин, племя. Это похоже на матку чужих, или там, знаете, на этого, на протарианца, воина. Ну это, ну это, блин, ну не знаю, ну как можно было скоммуниздить внешность чужих и присвоить в эту игру. Даже, блин, эти конструкции всякие, я же говорил, похожие были на постройки всякие, на эти ульи расы чужих. Ну это ж капец. Ну зачем так надо было делать? Конечно, игра хорошая, классная, но не люблю, когда плагиат. Могли бы своих монстров придумать. Так, ребят, подождите, а что надо там время останавливать, а? Ага. Тихо. И теперь, получается, надо быстро спринт, спринт. Хорошо. А вы уже здесь, ребята? Да вы уже тут как тут? Что же вам-то не сидится дома? Посидели бы в таверне, бы пивка попили, а нет, блин, по раскопкам шляются по всяким. Слева, справа, сейчас вам везде будет. Я вам проблем, блин, доставлю сейчас. На, и сюда. Знаю я ваши раскопки. И чем они обычно заканчиваются? О, медальон зарядили. Хорошо. Хорошо, гранату кинули. А давайте сейчас вот так сделаем, а? Ну-ка. О, красава. Тихонько, тихонько. Зарядились. Замедлялочка. О, о, на! О! Хорош, с тебя хватит. Еще энергии. Это прямо резервуар какой-то энергии, смотри. Тут везде можно заряжаться. Вижу тебя. Ты гады, ну. Ах ты, сволочь. А, она вниз упала. Лузеры. Помогите! Каска с него спала. Че ты там сам себя подрываешь? Ты че? Мазила. Попробуй, возьми меня, попробуй. У тебя ничего не получится. На. Готов. Салага. А вот, тот самое устройство, или что это такое? Он, типа, портал. О, МП-43 мы взяли. Офигеть. Прям какой-то пулеметик такой. Неплохой. Че, почти все. Я даже не смогу с него пострелять. Ну, почему? Смогу. Ну, прикольная штука. Между прочим. Ха-ха-ха. Хорошее оружие взяли. Ха-ха. Отлично. Все, можно воевать. Можно даже никого не бояться. Так. Теперь. Теперь давайте все тут тщательно обсмотрим, как мы это обычно делаем. Потом уже пойдем в тот портал взрывать его. И что там нам надо сделать? Нам надо его, походу, заминировать, да? Подорвите тулийский портал, обнаруженный противником, чтобы помешать использовать его в ходе экспериментов. Ну, отлично. Так и сделаем. Эксперименты нацистов, блин. Нет, блин. Сидеть бы там у себя на задницах своей Германии. Пользу народу приносить. Так они какие-то эксперименты проводят. Теперь сперва, блин, какого-то недогенриха воскресили. Теперь, блин, какие-то тулийские племена чужих разворошили. И че им спокойно не сидится? Как так-то? Так, тут ничего такого ценного для нас нет. Здесь что-то тоже ничего не вижу. А ну давайте в тень войдем. Войдем в тень, посмотрим, что тут у нас может быть любопытного. Там что-то светится. А, это лампочка. А я думаю, блин, капец какой-то. Думал что-то полезное, аж нет. Это просто свет. Хотя свет тоже полезный. Без света жить нереально. И интернета не будет, и не будет летсплеев. Так, что тут? К чему? Так, да? Закладка динамита. Закладка динамита. Хорошее строение, конечно, но... Ах! Но пора ему взрываться. Все. Сбежать в исторический центр. Давайте сбегать. Судой, да? Или кудой? Ух ты, нифига! Куда? А блин, куда бежать? Туда бежать? Пошли, пошли, пошли. Там что-то завалы, да? Или нет? Может тут что-то открылось? Что-то я в этом сомневаюсь. Ладно, давайте сбегать. По обратному пути. Ладно. Видимо, здесь задерживаться не стоит, иначе сейчас все разрушится к хренам. Постой! А, вот туда бежать. Ты зараза-то, а? Лежать. Лежать. Ого! Серьезно, все тут у нас, ребята, происходит. А теперь убит. Ранен это мало. Так, порядок. Подожди, а можно туда проникнуть? А ну тихо. А ну-ка, тихо, что тут? Ага! Хе-хе! Не зря! Не зря я сломал эту ловушку. Не зря. Что ты как девка кричишь? Подождите, дайте данные, я прочитаю. Бережнику удалось вырвать признание у молодого русского. Хотя ты занял больше времени, чем я думал. Его зовут Сергей Ковлов. И он член группы, называющий себя Золотой Рассвет. Он не сказал, чем занимается эта группа, но это вопрос времени. Гораздо важнее то, что он сообщил нам, как добыть еще один тулийский медальон. К своему следующему докладу я приложу предмет, который вы так долго искали. Я не знаю, как добыть еще один тулийский медальон. Я считаю, что Сергей Ковлов что-то знает об этом тулийском медальоне, а вообще о тулийском племени. И, скорее всего, когда мы вернемся в исторический центр, нам надо будет проникнуть в организацию Золотой Рассвет. Он нам сможет больше информации рассказать об этом всем. О всех этих тайнах и загадках, которые здесь происходят, мы сможем узнать только от Ковлова и его нанимателей. Ну или сообщников. Так, тихонько. Удачи. Ух, нифига себе вас много. На! Зараза. Ух ты, черт. Серьезная схватка пошла. А, я прибежал опять назад, получается... А, блин, граната. Вот тут мы дверь расхерачили, а раньше она была закрыта. Зараза. Давай так. Уложил. Так, хорош. Опять пошли какие-то... А, нет, это не выбросы, это еще взрыв там. Толчки. Запустил. А я думал, это снова это устройство, эти вот... Энергия, темная материя выбрасывает. Свои сгустки. Нифига себе, как он подорвался. А это мы, короче, взрывали тут бочку. И, походу, эффект... Не заставил тебя долго ждать. Так, что тут? Переход в западную часть исторического центра. Что, прям сразу так? А назад нельзя? А, нет, назад, походу, нельзя. Только через тот переход. Так, я не перейду, а Ковлов уже, наверное... Ковлов уже, наверное, в этом... В ставке золотого рассвета находится. Ну, ладно. Тогда погнали быстренько в город. Раскупки мы прошли. По рекомендации кружка Крейсау, я отправился искать генерала Цетту на археологических раскопках. Там я освободил пленника по имени Сергей Ковлов, агента организации «Золотой рассвет». Сергей помог мне найти медальон, подобный тому, который я взял на Тирпице. Кроме того, я обнаружил полуразобранный каменный портал, который, собственно, и является объектом раскопок. Не знаю, в чем тут суть, но, похоже, он очень важен для Цетты, а значит и для меня. Да, и самое интересное, куда этот портал еще ведет. Миссия выполнена, награда тысяча всего. Вот это я горбатился за тысячу. Вы что, прикалываетесь, люди? Замедление. Золото мы одно не нашли. А так мы, в принципе, все собрали. Ну и хорошо. Доступно новое улучшение у нас для наших оружий. Это хорошо. Перемещаемся в исторический центр. Ни фига себе. Этого лысого чувака так и убили, ну. Печально. Ни фига себе, как куда залез. А ну-ка, убирайся. Полный обстрел пошел. Заходи. Гостем будешь. Вот зараза. Ладно, давай я выйду. Я испугался? Сам ты с циклом, Галимая, на. Лови. Пулю между глаз. Урода кусок. Нифига себе. Там еще бегут, ребятки. На, 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 на. Блин, на. Все, вам хватит. Или еще добавить. Зарядочка. Вот теперь эти вещества, испарение, это вонючка, или как я ее там называл, стало нам полезно. Это очень хорошо. МП-40. МП-40. Карабинчик. Нам бы МП-43 бы набирать патронов, а то у нас уже мало. Всего. Одна вот обойма и все. И больше нет. Там закрыто. Так, давайте посмотрим, что у нас с заданиями там. Итак, мы находимся здесь, у раскопок, получается, у входа в раскопки. Что у нас тут? Это Крэйсау. Нам сюда надо пойти и рассказать Каролине Беккера о нашем задании, о нашем успехе. Куратор операции. Это неизвестно, что тут у нас. Тоже, видимо, какое-то задание. Исторический центр Восток. А это черный рынок. Надо еще на черный рынок наведаться. Там немножко разобраться с улучшениями оружия. Вернуться на явку Крэйсау. Это понятно. Найти явку Золотого Рассвета. Выполняя указания Сергея, поговорите с представителями Золотого Рассвета у них на явке. А ну-ка, карта, где она? И где она, блин? Ага, это надо на Восток идти, получается. Они там в восточной части. Куратор операции. Вот это вот непонятно что. Надо будет его еще найти и поговорить с ним. Ну а пока давайте пойдем на явку Крэйсау. Вернемся и расскажем Каролине о нашем успехе. Подожди, мы же правильно отметили, да? Задачу. Ну да, все верно. Вернуться на явку Крэйсау. Только мне кажется сейчас... Ну конечно, я же говорил... Эти гады уже повсюду тут, везде просто. Раньше город был безопаснее, теперь они поняли, что тут Блазкович орудует. И начали... По полной тут... Мне подлянки устраивать. На! Зараза, на! Живой. Живой. Готов. Кто там еще орал? Подходим. Подходим не спеша. А я пока так. В окно. Не? Не влезу? Подожди, чуть не влезу в окно. Блазкович сильно жирный. Еще и подорвался, бедняга. Ну ты что? Как-то они совсем не умеют бросать гранаты. Эти ребятки. Подождите, что такое? Солнце какое-то же. О! Да блин, опять я... Твою мать! Убью тебя! Уже меня и так стена убила. Ты кто? И что здесь делаешь? Убирайся! Или я убью тебя! Клянусь! Я не хочу стрелять! Давай стрелю! Уходи отсюда! Не стреляй, не стреляй. Ты что? Почему бы тебе просто не уйти? Не вынуждай меня стрелять! Уходи! Поговорим, может, нет? С ним, походу, говорить нельзя. Я не хочу стрелять! Да ушел, ушел, все. Давайте почитаем, что там было написано. Что-то мы у него взяли. Данные. Данные. И где эти данные, блин? Оно нет. Ахтун! По приказу генерала Цеты, все машины, выезжающие с места раскопок около Айзенштадта, будут тщательно обыскивать... Нет, походу, не оно. Тоже было... Походу, вот это. Каролина, мы наблюдали за таверной Вороного гнездо, чтобы выяснить время смены караула у близлежащего склада. К сожалению, сведений не даст... Ну так тоже, походу, не оно. А че я взял-то, да? Кто знает? Хотя, может, и контрабанду. Ахтун! По приказу генерала Цеты... Это, видимо, контрабандит, скорее всего, с краденными товарами. Ну да ладно. Свой, нет? Ты свой? Похож на своего. Так, так, так. Ну и кто тут у нас? Чужак. Я работаю на братьев Криги с Черного Рылька. Мы можем раздобыть для тебя боеприпасы и дефицитные товары. У нас не поторгуешься. Но ведь сейчас война. И что? Работай дальше. Забрали золотишко. Короче, по мере прохождения, так я и думал, нам открываются все новые и новые зоны. И также вот такие вот тайники, которые можно тоже обследовать и находить там что-то интересное, что-то символичное. И относящееся или к игре, или к сюжету, или там еще-то ценности всякие накапливать. Чтобы можно было потом покупать улучшения для оружия. Это полезно. И такой расклад мне нравится. Давайте посмотрим еще что тут. Канализация. Тут какая-то дверь, походу, не открывалась раньше. Вот эта, да? Доступно. Надо выполнить задание на консервном заводе. Только тогда будет доступна эта задача. Понятно. Подожди, тихо. Это что такое? О! Фолиант взял. То есть, смотри, надо постоянно активировать эту способность, и авось она что-то где-нибудь да увидит полезного. Хорошо. Это очень даже полезно. Ладно, давайте направляться постепенно к кружку Крейсау, к Каролине. Расскажем ей, что у нас там произошло на раскопках, что мы смогли добыть. Сделаем это уже в следующей серии. А пока что подписывайтесь, оставайтесь с нами. Всем удачи, с вами был Морган. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok